Садоводы, огородники и любители загородного отдыха в выходные с самого утра собираются на остановках. Стартовал дачный сезон, а вместе с ним садово-дачные автобусные перевозки. Трассы, следования общественного транспорта, остановки были заранее подготовлены и проверены, как и подвижной состав. Заблаговременно мы провели техническую проверку подвижного состава, подготовили личный состав, провели дополнительные инструктажи, чтобы каждый знал остановочные пункты, проинструктировали. Естественно, провели полностью чистку салона внутри и снаружи. Промыли все после зимы, подготовили транспорт к лету. Перевозчик также сообщает, что холдинг отправил в Самару дополнительных сотрудников. Порядка 20 командированных водителей помогут усилить работу на городских и садово-дачных перевозках. В текущем году организовано 30 маршрутов. Это на один больше, чем в 2023. По многочисленным просьбам жителей добавлено одно направление – прямой рейс номер 157А от автостанции «Аврора» до Черновских дач. Раньше дачникам приходилось ехать через весь город на площадь Кирова, чтобы сесть на другой маршрут. Мы очень рады. Мы так долго ждали. Это нам очень удобно с Кировской площадью. И вы видите, сколько народов. А будет еще больше. Не все знают. Это просто еще не все знают. Через весь город ехать на Кировскую площадь – это очень тяжело. Спасибо большое. Для организации прямого рейса к Черновским дачам задействовали два автобуса. Таким образом, на всех садово-дачных маршрутах работают 54 машины. Стоимость проезда к садово-дачным массивам не меняется с 2020 года. При поддержке Министерства транспорта и автомобильных дорог, которые доводят финансирование на дачные перевозки, получается сдерживать эту стоимость. Для проезда, как и ранее, можно использовать наличный расчет, безналичные платежи. Предусмотрена специальная садово-дачная транспортная карта, по которой поездки фактически вдвое выгоднее. Также действуют льготы по картам школьника. Уехать на дачу можно с девяти остановок. На улице Георгия Димитрова, у Металлурга, в поселке Управленческий, у Дома Печати, на Кировской и Хлебной площадях, автостанции «Аврора», у пригородного автобокзала и на проспекте Ленина. Профильный городской департамент отслеживает отклонения от расписания движения. В случае невыполненной транспортной работы по неуважительной причине предусмотрены штрафы. В этом месяце автобусы будут ходить по субботам и воскресеньям. При этом 27 апреля садово-дачные маршруты не будут работать. А 28, 29 и 30 апреля горожане смогут воспользоваться услугами перевозок. Начиная с мая автобусы будут ходить четыре раза в неделю – в среду, пятницу, субботу и воскресенье. В дни религиозных праздников, когда будут совершаться перевозки на кладбище, дачные маршруты работать не будут. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, События.